Музыка Наконец-то я пришла, когда нет музыки. Кешенька, Кеша, Кеша, Кеша хороший, кушает. Он так хорошо говорит, но сейчас мы, видимо, не до этого. Думай, золотой. Ну, скажи что-нибудь. Кеша, Кешенька, не хочет со мной разговаривать. Кеша тоже мне пришла, когда я ем. Сколько же я тут стоять буду? Ну, скажи чего-нибудь. Так мы с ней не говорим. Так я уже не хочу. Кишечка, привет, мой мальчик. Кишечка хороший. Привет. Кишечка, рыбка моя. Кишечка хороший. Не хочешь говорить? Я пошла. Пока. Кишечка хороший. Кишечка. Рыбка моя, Кишечка. Ну, Кишечка, ну. Смотри, как с тобой хорошо девушка разговаривала. И рыбка моя, и Кишечка хороший. Кишечка, рыбка моя. Ты же мой хороший. Дождалась бабушка. Кишечка, рыбка моя. Кишечка хороший. Рыбка моя. Да, так вот он говорит. Рыбка моя, ты мой золотой. Ты хороший мальчик. Кишечка. Рыбка моя. Кишечка. Кишечка, рыбка моя. Кишечка. Рыбка моя. Доброе утро, мои золотые. Вот так вот я вынудила птицу разговаривать. Долго ждала. Долго уговаривала. Все-таки уговорила. У нас уже расцветать стало в 10 утра. И темнеть не в 14, а в 15 часов. Так что дело двигается. Вот, мои хорошие. А передо мной такая проблема встала. Пошли у меня заказы на переделку. А у меня совсем плохо с фурнитурой. Фурнитура-то у меня заказана. Только она идет ко мне туда, в Черноморск. Вот. А здесь мало магазинов, которые торгуют фурнитурой. Да и фурнитуры выбор вообще ужасно маленький. Вот, поэтому я сегодня отправилась в магазины, которые торгуют фурнитурой. Буду искать. Но не факт. Вот. И очень жалко, если я не найду того, чего мне надо. То переделка у меня встанет, конечно, все. Ну ладно, будем надеяться. Отделы-то все закрыты. Ну и как мои брови? Неужели прям так страшно, как некоторые мне писали? Все, шесть дней прошло. Вся эта корка сошла. Угу, бусики. Ну и что, вот вроде и выбор в магазине есть. Фурнитуры. А на самом деле, то, что надо, нету. Ладно, пойдем дальше. Ну вот еще сейчас один магазин. Не знаю. А самое-то главное у меня беда, что я не могу теперь зайти к себе на Алиэкспресс. Алиночка мне поменяла в ноябре пароль. Я его не знаю. Не знаю, что будет, когда я это все... Не знаю, полюс как был. Полюс. Четыре с половиной года назад так все и осталось. Видите, что здесь изменилось. Да. Цены просто сумасшедшие на фурнитуру. Так ладно бы еще выбор был. Просто вот. Нет, надо мне как-то просить Сашу, чтобы она разобралась с моим Алиэкспрессом. Иначе просто это не жизнь для меня. Когда не есть чего делать. Чем я буду заниматься? Я говорю, единственное, что изменилось, Евророс стал вместо полюса продуктового. А так все по-старому. Ладно, поедем дальше. Сейчас еще в воде и зайду этот отделчик. Ой, потом даже и не знаю, куда. А куда? А больше некуда. Остальных, где есть, там просто. Ну, там брать нечего. Уж не буду ругаться. Ладно. Так, оливки по 53 рубля. С косточкой. У них все с косточкой. Да? А вот, есть без косточки. Салатник золотой, тяжеленный. И весь ободранный уже. Что ж так плохо красим-то? Беречки. Ну что, переделка украшений у меня под большим вопросом. Ну, купила, конечно, но совсем не того, чего мне хотелось. Ой, ладно, дома разберусь. Но что-то мне не очень все это нравится. Так, пойти в фикс прайс, что ли, зайти. Ой. Может, что-то новенького привезли. Праздники-то прошли. Может, что-нибудь завезли. Что-то ничего новенького не вижу. Все то же самое. Хотела сегодня съездить еще на Семеновское озеро, парк, показать вам. Но чего-то устала. Осторожно, двери закрываются. При движении держитесь за поручень. Следующая остановка. Улица Сокки-Перовской. Уважаемые пассажиры, передние три ряда мест в салоне, предназначенные для пассажиров и детей, беременных женщин, инвалидов и лиц пожилого возраста. Иные пассажиры, занимающие этим садом, должны освободить их и указать. Почему же больше никуда не хожу? Не хочу идти. Находилась. Счастливо всем, мои дорогие. Не болейте. Счастливо всем, мои дорогие.